Просто налево. Тут стабилизация есть на телефоне, экшн-камера сейчас будет трусить. Это можно, если что ускорено, но у нас тут красивое место. Да не спеши сильно, потому что камеру... Никого нету, мы первые. Хорошая погода, главное, чтобы она была бы в целый день. Будет, да? Работает. Класс, в сказку. Класс. Добавил сайты. Класс. Теперь можно купить комнату, а? Класс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... много лет мы здесь находимся четвертый год есть мирная рыба есть хищники толстолобы карпы амуры то есть карпы до 15 килограмм толстолобы до 20 килограмм сейчас больше будет скорее всего по хищнику как-то так хищник это щука щука да вот мы уже там увидели видео и прослышали что ты заребил щукой водоем расскажи подробнее да щукой заребляли последние эти вот три недели фактически заехала три раза три машины три заребления было каждое заребление по тоне первое заребление приехала щука от килограмма до трех второе заребление приехала вторая тонна от 300 грамм до 3 килограмм но честно мы не врём всегда своим клиентам и гостям говорим правду крупной рыбы в втором зареблении было очень мало были 700 граммки ложки такие 500 грамм такие вот буквально позавчера приехала машина то есть у нас в группе вайбера видно мы не обманываем людей там видно размеры рыбы приехала рыбаки ложки полторушки двушки ну так это два с половиной ну больше не было при первом зареблении была рыба там трешки были красивые поднимали уже ребята трешки и двушки два с половиной то есть клев скажем так вот даже по сегодняшнем поры бачили клев активный но но крупных не было ну крупный но даже полторушки вот у меня не было келожки до келожки было много но поклевок штук двадцать но двушки прошлый раз вот был было было двушка сейчас что-то с двушками сегодня рыба разошлась скажем так первая рыба которая заехала вставок она разошлась уже по водоему вторая зарыбление она тоже уже практически расходится и третье сейчас она перемешается по всему водоему и что самое интересное если допустим прошлые года там было рыбу меньше мы запускали там тонну тонну 200 950 килограмм то есть у нас по одному зарыблению все лишь было за сезон то в этом году три зарыбления по тонне и клюет вот по этой стороне вот по дамбе по по мостам везде вот на любой помост становишься подбираешь и она клюет уже по всему водоем то есть можно из берега из лодки то есть но и хороший расскажи вот вот я напер сегодня ловил на блесны и на тейл спиннер в основном не шло на воблер что-то мне не очень шло скажи да да наша ловить ну я честно скажу я больше люблю воблера последнее есть такие ребята у нас приезжали друзья водоем алексей с костей я увидел когда они из рыбачили ну с 12 до 4 часов 60 примерно взято было я тогда загорелся же ловил на силикон посмотрел у ребят воблера мне сказали вот примерно размеры такое вот дальше уже как это это youtube вам помощь ну и копался смотрел ну на сегодняшний день я смотрю есть такие у нас вот есть такой вот орбит это пятьсот сорок шестой цвет это оригинал он здесь косит рыбу бомбический если вот его пора это хавайся а что-то вот он вообще немножко дороговато не бюджетный вариант что можно в замену предложит ли я бы рекомендовал взять страниц бюджетный бюджетный strike pro inquisitor вот вот цвет маленький такой но это тоже джампер но вот цвет примерно без этого черного вот такой вот то есть называется мотайгер цвет 110 инквизитор в мотайгере это тоже один из лучших моих любимых воблеров здесь на водоеме вот скажем инквизитор в мотайгере 110 именно оригинал орбита вот этот 546 цвет и есть еще боли сон это 0 6 цвет оригинала найти практически невозможно это сотка но есть копия у berking а то есть можно у них брать и ловит тоже неплохо 3 3 воблера которые мне вот скажем так разведчики я закажу начинаю с них на рыбалку потом плюс то есть я хочу уточнить размер самые оптимальные 110 110 самый оптимальный да и весит он где-то грамм 11 как раз где-то в районе 13 13 грамм ловят у нас колебалки вертушки на честно скажу когда вот рыба активная ну все что не бросаешь она все хапает скажи какая проводка проводка но на воблера этот twitch когда она мало активная то типа ведем проводку как ступенька на силикон 2 1 2 1 или гонка не дергая то есть она уже догоняет копает берет такое вот вертушки колебалки работают блесны работают колебалки равномерная проводка или у меня только одна из проводка я скажу я не сильно большой специалист в этом но принципе но я так видел таких вот как и дарник колебалки и все остальное но ума много не надо ты бросил виталик уточни какая глубина водоема весь водоем грубо говоря от начала там где-то метр потом полтора и весь водоем от края до края метр восемьдесят метр девяносто только в краю возле сторожки там где-то 222 и там щука скапливается она она вся под камышами хотя последнее время я заметил что я даже середины тягаешь она везде видать щука разошлась забила уже ниши но тритоны у щуки это не шутка она разошлась по водоему и позабивала все ниши а остальное спрятаться негде и она видать конкурирует уже и выгоняет ее с камыша то есть больше она под камышами было а сейчас уже везде еще заметил что сегодня очень много было ударов очень много нереализованных как ты думаешь почему щука еще не активная потому что даже поклевки она берет за краешек то есть не было очень много да она очень много сходов и видно что за краешек видно как щука идет прямо доходит до берега за блесной я думаю что это связано все-таки с погодой с 1 по 8 число у нас было магнитные бури и она сейчас только будет отходить и вот еще немножко времени но я думаю суббота воскресенье будет аншлаг и все будет ловить да кстати хотел обратить внимание уже многие рыбаки приезжают то есть которые у нас была по первой торба и спорт пакет и хотел бы попросить обратиться к рыбакам спортсменам спортсменам ну и всем рыбакам начали доходить до нас слухи люди торбят рыбу ребята ну думайте что вы делаете вы сегодня вы торбите да вы нам сделаете больно вы сделаете водоему больно но ездить потом некуда будет щуку найти очень печально и тяжело щуки нет нигде мы запустили порядочное количество рыбы то есть у нас на сегодняшний день пакет тут пакет торба как мы называем типа он стоит 600 гривен вот 4 килограмма норма вылова 4 килограмма щуки это грубо говоря по 130 гривен вот вам 520 гривен то есть фактически что цена пакета что на рыбы одно и то же мы фактически на этом не зарабатываем мы зарабатываем на спортсменах и на тех я извиняюсь конечно кто не споймал вот на этом мы зарабатываем начинают люди торбить ну как это не грубость ничего я просто предупреждаю тех людей которые этим занимаются так делать нельзя и не нужно потому что честно скажу если вы будете спойманы таким занятием первое чтобы сделать ваши спиннинги просто придут негодность потому что мы тоже как люди добрые мы абсолютно вот кто знает меня на водоеме здесь как администратора ко всем всегда лояльно мы стараемся помочь подсказать ну сделать все что в наших силах как люди получали удовольствие от рыбалки но огромная просьба не делайте нам гадости то что вы сделаете и нам гадость и себе есть потом вам некуда будет тем более что вот я постоянно всегда ловил на дельте днепра но к сожалению сейчас война и к сожалению мест там где можно нормально половить щуку единицы и вот я поэтому как бы тоже прошу чтобы вы учли пожелания виталика потому что это наша с вами рыбалка чтобы мы ее не портили чтобы можно было прийти и поймать щуку отпустить я как вообще фотограф для меня еще сложнее задача не только поймать щуку но снять ее и потом отпустить виталик видел как в одной руке спиннин в другой руки фотоаппарат а иногда щука не хочет прыгать ждешь от нее свечки иногда она себя ведет непонятно поэтому хочется чтоб можно было приехать и увидеть щуку виталий да поэтому я же говорю ребята которые спортсмены которые порядочные если вы увидели где-то непорядочного рыбака сами посодействуйте подойдите объясните человеку что так делать не нужно потому что же если сегодня на сегодняшний день мы запустили три тонны у нас уже идет разговор с поставщиками не позвонили еще можно машину привезти потому что потом меня не будет но если будет такое продолжаться такая тенденция что я будет выбивать и воровать но смысла не будет работать что большие деньги огромные которые скажем так влаживаются и не будут возвращаться смысл этого делать не будет если будет все нормально то есть и по рыбакам приезжать и порядочность будет то возможно что в ближайшее время ну хотя бы до декабря может даже раньше может чуть позже но по крайней мере до нового года 100 процентов приедет еще одна машина еще одна тонна но я же говорю пожалуйста давайте будем лояльно относиться друг другу вы приезжаете отдыхать рыбачить 4 килограмма берете своих да и кстати добавлю у нас по условиям водоема как это ну каждый человек который берет пакет торба обязан иметь с собой кантер любые весы кантер на такие чтобы не гробить рыбу то есть вы поймали щуку она мелкая вы отпустили поймали щуку за килограмм вы я взвесили килограмм есть на кукан 4 килограмма своих поймали потом целый день до вечера можете ловить и получать удовольствие от рыбалки то есть у вас 4 килограмма должен быть не превышайте пожалуйста норму то есть люди конечно и не только спортсмены и те кто торбу пакет берет и спорт обязательно при себе иметь на изёвник инструмент чтобы вытаскивать рыбу да вот инструмент чтобы вытаскивать крючки чтобы не ранить рыбу постарайтесь тоже относиться и к рыбе бережно в шарах и живое существо и чтобы чтобы она выживала дарик на позитиве вопрос на засыпку какая самая крупная щука здесь была поймана самая крупная щука была поймана то за трешку но на переливе буквально знаю дня четыре назад парень ударил щучку за пятерку но хотел сфоткаться и даже он расстроился сильно ведь я так хотел сфоткаться и поцака рядом не было на переливе ловил начал пытаться слезать чтобы достать и бухи ушла есть есть вега в воде да это те рыбы которые остались с прошлого зарыбления прошлогоднего позапрошлого года и кстати уже от нерестилась даже это рыба под описать и нерест наблюдал щуки нет честно не обращал внимание что не до этого было работы другой хватало но видел поднимали ребята чем только начали завозить сейчас рыбу 150 200 граммовые шнурки такие попадаются кстати уже такие это это могли быть в меня попадались грамм на 200 на 300 вот ребята это уже родные это уже потом со скажем в водоеме они как это коренные жители то есть уже уже процесс пошел да ну все виталик спасибо да все всем-всем-семь-семь-семь-семь и 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